Здравствуйте! Это новость Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Никогда такого не было. И вот опять цены на проезд в городском транспорте снова повысились. Тысячу верующих в джума-мечети Махачкалы о масштабном республиканском мавлиде расскажем сегодня в выпуске. Большие гастроли в Махачкале. Малый академический на сцене Русского театра. 27 рублей теперь стоит проезд в махачкалинских маршрутках. Пресс-службе администрации города поясняют, что 4 транспортные компании вынуждены повысили тарифы из-за роста цен на запчасти и горючие смазочные материалы. Предполагаемое повышение тарифа связано с комплексом проблем. В первую очередь это повышение цен на металл, запчасти. Потому что 2-2,5 раза подняли, если сравнивать с прошлым годом, на сегодняшний день были 2-2,5 раза только запчасти. Не считая ГСМ. Вы сами видите в городе какие-то именно газ, топливо. В мэрии Махачкалы напомнили, что по закону транспортные компании могут самостоятельно восстанавливать стоимость проезда в общественном транспорте. Но при этом тариф должен быть обоснован. Газ дорогой. Мы не можем заправлять за такие суммы. 2 тысячи, 2 тысячи пятьсот рублей давать полный бак. А чтобы план провести, нам надо целый день катать. Около почти 200 километров, 150 километров мы должны катать. Я вчера до 10 часов ночи работал. У нас тоже дома семьи. Мы не можем обеспечить дома семью. Эксполицейским, избившим до смерти отца чемпиона мира по ММА, грозит до 10 лет колонии. Напомним, 46-летний Сули Юносилау, отец российского бойца смешанных единоборств, Магомеда Юносилау, скончался в больнице 2 года назад после жестокого избиения. Инцидент произошел в подмосковном городе Орехово-Зуево. Оперуполномоченные на улице подошли к мужчине, начали шутить по поводу его внешности и угрожали задержать. Сулий забежал в аптеку, чтобы попросить о помощи, но его догнали и избили. Гособвинитель потребовал приговорить Дмитрия Блинова к 10 годам колонии строгого режима, Павла Попова к 9 годам и Олега Шишканова к 8 годам. Также семья погибшего требует от обвиняемых компенсацию морального вреда 6 миллионов рублей. В Дагестане старшеклассникам устроят ознакомительные экскурсии в СИЗО. Такую инициативу предложил в Рео-министр образования и науки республики в качестве воспитательной работы. Накануне Ехья Бучаев провел совещание с начальниками управления образования муниципалитетов, где обсуждался недавний инцидент в школе номер 51 города Махачкала. По мнению Бучаева, ознакомления с тюремным бытом могут положительно сказаться на дальнейшем поведении трудных подростков. Верующие Дагестана собрались на масштабный республиканский мавлит. Мероприятие прошло в центральной джума-мечете Махачкалы. Все подробности и события расскажет наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Тысячи верующих собрались в центральную джуму-мечете Махачкалы. Чтобы отметить день рождения пророка Мухаммада, мечеть заполнена до отказа. На первом этаже расположены мужчины, на втором – женщины. Перед собравшимися читали строки из священного Корана и в стихотворной форме прославляли пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Принять участие в мавлиде приехали ученые-богословы с разных уголков Дагестана. Они рассказали о величии и добром нраве посланника Всевышнего. Наши алимы рассказали много чего полезного из жизнеописания нашего пророка, и что способствует увеличению любви к пророку Мухаммаду в сердцах посетителей. Мероприятие постил и духовный лидер мусульман республики. Муфти поздравил верующих с этим знаменательным днём. Шейх Ахмад Афани говорил о необходимости улучшать свои нравы, воспитывать детей и не быть равнодушными к проблемам других людей. Вот это равнодушие, то, что после 90-х годов в Дагестане вот это распространилось, ненужное течение. Вот такое равнодушие, если у нас и сегодняшнего дня тоже будет, конечно, мы ещё другое что-то будем иметь. Вот пример хочу я привести. Недавно наши дагестанцы, метро, говорит, одного парня были. Тот день, когда вот это говорили, ну, мне было стыдно себя называть дагестанцем. Ну, очень стыдно. Представьте, из-за них сейчас многие проблемы будут в этих регионах. Маулид Аннаби продлился чуть более двух часов. Вдохновляющие истории о пророке и нашиды на разных языках не оставили равнодушными никого. Этот магазин на данный момент, я такого не видел ещё, очень хорошего, очень массово. Я благодарю Аллаха, что я тоже здесь оказался. Встреча завершилась общей молитвой за благополучие Дагестана. На выходе участников ждал приятный сюрприз. Им раздали пакеты с подарками от мецената Сулеймана Керимова. Хамз Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Доуд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. 400 новых зелёных саженцев появятся в сквере имени Фазу Алиевой. Благоустройство общественной территории уже начато. Демонтированы бордюры, тротуарная плитка. Ведётся распланировка новых пешеходных дорожек. Со временем здесь появятся новые скамейки, урны и освещение. Вместе с кустарниками в обновлённом сквере появятся лиственные и хвойные деревья. Все работы планируется завершить к концу текущего года. Согласно муниципальной программе функции столицы, предусмотрена реконструкция и благоустройство скверов. То есть скверов Азу Алиева и скверов борцам революции. Предусмотрена вырубка и омоложение деревьев, находящихся, аварийных сухих деревьев, которые находятся на этих скверах. Очень высокие деревья, тополя и платаны, которые со временем перерастут. Станут аварийными. Это 5-10 лет сюда невозможно будет заехать. Так что пока есть возможность, надо обезопасить людей, которые будут здесь отдыхать, и произвести омоложение деревьев до определённого уровня. То есть до 10-11 метров. Снять аварийность, спилить верхушки, вывести всё это. Помогать нуждающимся. Дело не только полезное, но и приятное. Благотворительный фонд «Инсан» при спонсорстве детского гипермаркета «Роддом» сделали подарок многодетной, нуждающейся в матери-одиночке. Подробности расскажет Патима Тханапова. Ажа Георгиева – мать-одиночка. Воспитывает четверых детей, среди которых один имеет инвалидность. Живёт в скромной, сёмной квартире. Девушка не имеет постоянного заработка. Ввиду того, что за детьми нужен постоянный присмотр. Сегодня ей посчастливилось получить подарочную детскую кроватку. Я даже не поверила, когда мне позвонили, что хотят мне привезти кроватку. И не думала, что тем более новая будет кроватка. Я очень обрадовалась и очень благодарю тех, кто мне подарили эту кроватку. Да и Аллах всем здоровья. И чтобы ничья ребёнок вот так не болел. А предназначается это вашему младшему? Младшему предназначается. Он давно у меня не спал на кроватке. Порадовать матерей-одиночек таким образом – инициатива недавно открывшегося торгового центра «Роддом». Они намерены и дальше помогать малоимущим. Мы очень рады, что малышам кроватка понравилась. Надеемся, что детки вырастут сильными, здоровыми. Мы и в дальнейшем будем оказывать содействие благотворительным фондам малоимущим семьям. Наша задача в большей степени осчастливить больше деток и их мам. Ажа Георгиева – подопечная инсан. Благотворительный фонд не единожды помогал девушке в сложных жизненных ситуациях. По словам Ажи, её периодически снабжают продуктами. Кроме того, помогают собирать и денежные средства для прохождения реабилитации ребёнка с опасным заболеванием гидроцефалией. «К нам поступила заявка о том, что один из торговых центров хочет вручить детскую кроватку. Мы отобрали список, и она оказалась одной из крайне нуждающихся, и которая необходима этой кроватке, и именно поэтому и была выбрана. Хочется поблагодарить торговый дом, который принимает участие в таких благотворительных акциях. На самом деле помощь не бывает маленькой, и если каждый будет понимать и принимать участие в таких социальных вопросах, решать проблемы наших людей будет легче и быстрее». Благотворительные фонды «Инсаны» и детский гипермаркет «Роддом» планируют и дальше сотрудничать. В перспективе много совместных акций, которые позволят помочь нуждающимся дагестанским семьям. Патимат Ханапова, Салман Китихмая, в новости ННТ, Махачкала. «Махачкалу» посетил с гастролями Государственный Академический Малый Театр. Известный актерский состав представил зрителю пьесу Островского «Не все, коту Масленица». Премьера состоялась на прошедших выходных в Русском Драматическом Театре. На спектакле побывал и наш корреспондент Карин Даниев. На сцене Драматического Театра Махачкалы в эти выходные сыграл известный российский актер Виктор Низовой. Герой сериалов и кино впервые посетил республику в рамках гастролей Малого Академического Театра. Как отметил сам актер, такого радушного и эмоционального зрителя, как в Дагестане, можно встретить нечасто. Очень хороший прием, судя по первому акту, добродушный, энергетика, чувствуем энергетику зала. Теплый и очень эмоциональный, отзывчивый на наши, очень слушает внимательно, внимательно слушает и не скупится на эмоции, очень, на эмоции прям щедрой, щедрой. Приезд гостей стал возможен в рамках федеральной программы «Большие гастроли». География проекта от Калининграда и до Камчатки. Зрители в регионах могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны. Мы заявили желание принять один из федеральных театров. В этом году гастролирует Малый театр. В предыдущие годы были другие театры, которые приезжали. В следующем году к нам приедет российский молодежный театр на фестиваль русских театров. Это такая череда календарных мероприятий, которые имеют место быть, но без нашего изъявления желания, конечно, эту возможность реализовать очень сложно. Поэтому мы посредством именно желания заявки пребывания здесь Малого театра, они оказались на нашей земле. Государственный академический Малый театр привез два спектакля. В первый день зрителю представили комедийную пьесу Островского «Не все коту масленица». Она повествует историю о девушке, которой предстоит выбор жениха. Претенденты – старый богатый купец и молодой бедный юноша. История, написанная 150 лет назад, актуальная сегодня. В театре вообще очень нравится спектакль. Ребята хорошо поставили актера. Нам все очень понравилось. Подачи, вообще декорации, все очень хорошо было устроено. Нам понравилось. Театр мне очень понравился. Я рад, что министерство культуры сделали пушкинскую карту, по которой мы можем обращать такие мероприятия. Очень много молодых людей. Это радует, что они не сидят в ТикТоке, не в Инстаграме, они пришли вот сюда получать реальные эмоции, получать отдачу. И это очень хорошо. Большие гастроли нацелены на формирование общего культурного пространства России. Проект также призван увеличить зрительскую аудиторию театров в регионах. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Дзюдоист Рамазан Абдулаев выиграл серебро на международном турнире в серии «Большой шлем». На соревнованиях в Париже дагестанец выступал в категории до 60 килограммов и провел 4 схватки. На предварительном этапе Абдулаев одолел соперников из Нидерландов, Франции и Монголии. В финале наш спортсмен уступил вице-чемпиону мира среди юниоров из Азербайджана Балабаю Агаеву. Отметим, в этом сезоне Абдулаев выиграл чемпионат России и дважды был медалистом турниров мировой серии. Это все на сегодня. Всего доброго и до свидания.